Песный утешителю души истины, И живи с детствой, и вся исполняя Сокровище благих и жизни подателю Приди вселися вны, и очистены от всякие скверны И спаси, благо, души наши Многомилостивый Господи, молим Тебя, Прибудь с нами и на этих занятиях, Господи, По изучению слов Твоих святых, Потому что Словом Твоим, Господи, мы оправдаемся и будем судимы. Даруй, Господи, нам Его знать так, чтобы наследовать нам Царство Твое Небесное. Помоги, Господи, нам при встречах с инославными, с неверующими, И с теми, кто думает, что он верует истинно в Тебя, но не знает Тебя до конца, Чтобы при этой встрече с Словом Твоим могли отражать все козни лукавых, Как это Ты показал нам в Евангелии от Матфея, 4 главе, При встрече в пустыне с дьяволом Твоим, И всегда Ты отражал священным писанием, Господи. Даруй нам всегда быть во всеоружии и отражать все раскаленные стрелы лукавых. Тебя слава за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте вместе вспоминать, где закончили, Потому что одно или два занятия мы уже занимали. Тридцатый, тридцать первый стих должны проходить. Тридцатый, тридцать первый. Какая глава? Тридцатый, тридцать первый. Какая глава? Семьая глава. Первая коринфянам, седьмая глава. Любимая твоя глава. Мы повторим эти стихи и дальше пойдем. Первая коринфянам, седьмая глава, тридцатый, тридцать первые стихи. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Следующий стих, третий, второй. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботиться о Господнем, как угодить Господу. И короткое пополкование на этот стих, как и сам стих. А каким образом могли бы мы быть без забот? Вопрос ставит Терфилак Болгарский. И ответ, если бы оставались безбрачными. Поэтому прибавляет следующий стих. А женаты заботятся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и дивицию. И толкование. Как это, Павел, желая, чтобы мы были беспечальными, и для сего внушая нам безбрачие, ты опять говоришь, не женаты заботиться о Господнем. Ибо вот и здесь также заботы. Но не такие, говорит, какие соединены с браком. Заботы о Господнем спасительны и усладительны. А заботы о мире вредны и тягостны. В самом деле, не есть ли тягость и прискорбие стараться угодить жене, и особенно такой, которая любит украшения, и требует золота, и жемчуга, и других пустых вещей. Это и располагает жалких мужей, несправедливости и душевредным распоряжением вещами. То есть, они различаются между собой, и не одну и ту же имеют заботу, но разделены в своих попечениях. Одна печется о таких предметах, а другая о других. Коль же скоро заботы у них различны, то должны выбирать те из них, которые лучше и легче. Ну, не знаю, тут много чего говорить-то. Все тут из самого стиха понятно, да еще и Федракт Болгарский объяснил нам. Другое дело, что каждый из нас может поделиться своим собственным опытом об этих заботах мирских и заботах и мирских. Да, Надежда? Я не про себя, я просто сразу вспомнила Пушкина Александра Сергеевича, как он своей Натальей угождал, она очень любила драгоценности. И вот он, чтобы, говорят так даже, что вот он для того, чтобы ее ублажить, продал свою, это, конек-горбунок, оказывается, ну, как бы считается, его, но он продал этому Ершову ради того, чтобы купить новые драгоценности для своей Натальи. Она очень любила кокетничать, и он много раз ее предупреждал, это твое кокетство до добра не доведет. Так и случилось. В результате он погиб, можно сказать, на дуэли из-за кокетства своей жены, из-за любови к драгоценностям. Ну, это так, к слову, просто вспомнилось. Ну, знаете, у нас же такая необыкновенная община. Ну, вообще, она, наверное, единственная община, которую я знаю, просто не знает других общин православных. И вы как-то привыкли обо всем прямо и открыто говорить. Здесь речь идет вот о чем. Девство там, жене угождать и так далее. Когда апостол Павел это говорит, он о монахах вообще еще не знал. Он счастливый человек, апостол Павел. Вот по его словам родилось монашество. Вот по этому, то, что он говорит. Угодить жене и так далее. Но откуда знал апостол Павел, что он разовьет просто орден эгоистичных, противящихся Христу и Евангелию, которые сидят в самом сердце церкви православной людей. Он же этого не знал. И вот из этих девственников, или лжедевственников их можно назвать, ну и у них там всякие присутствуют. Сейчас вот это состоит ядро церковного началия, которое держит все законы церковные в своих, как говорится, цепких руках. И коммунисты, тайна беззакония, это в действии, вместе с монахами составили вот такой грандиозный какой-то клубок змей. Коммунисты ушли с арены нашей политической геополитики, нашей страны во всяком случае. Но монахи-то они остались. И все, что коммунизм вложил в это монашество еще, в православное, оно все это осталось. Сейчас, до сих пор. Слово Божие не несется никем, никогда и нигде. Ни супругами, ни женатыми, ни неженатыми, ни девами, как тут говорится. Говорится о девах, они лучше. Где они лучше? Покажите хоть одну деву. Это та дева, которая из кружка слова у меня выхватила визитки и порвала мощным движением какого-то ротоборца. Вот такой толщиной успела разорвать. Я говорю, ты что делаешь-то? Дева православная, где тебя так учили-то? С кем воевать-то ты научилась? Жанна Дарк что ли, или кто ты? Вот этому, вот то, чтобы что-то сделать злобное, пакостное, наперекор евангельскому слову Христову, это как здравствуйте. И поэтому вот эти слова апостола Павла, они сейчас на нас обращаются с совершенным антагонизмом. С ног на голову все сейчас перевернуто. Дело все в том, что сейчас идет противодействие словам апостола, которые здесь написаны, не просто где-нибудь, а в самом центре православной церкви. Во всяком случае, в московском патриархате это идет, который организован в Сталином и Берии. О чем Игнат Игнатьевич говорил, вот в ответах Кураеву, что Чаплин не в ответах Кураеву, а в защиту Кураева по этим нападкам Чаплина на Кураева как раз. Но это же все просто, как говорится, яйца выеденного не стоит. Просто возьми это, прими как должное, как историю твоей страны, твоей церкви. И так как ты верующий человек, рожденный свыше, тебя Господь, Дух Святой должен тебя научить, ты должен осознать все, и ты должен теперь в калве действовать истинный православный, слов Божиих, брать за истину слова Христа, тем более сопровождаемые таким прекрасным толкованием, как блаженого фефилакта Иоанна Златоуста. Ну что еще надо? Нам сейчас даже с вами, вот эти слова, правильно брат сказал, у нас там есть опыт и так далее, нам что их перетирать-то эти сейчас слова? Мы даже никакого опыта своего не можем сказать к этим словам. Потому что у нас с семьями никто не благовествует, одни остаются, они тоже никто не благовествует, их в монастыри забирают и все, максимум. И из них не самые лучшие настоятельницы выходят. Вы посмотрите на этих настоятельниц, на этих монахи, как себя ведут они. А на монахов. Вот стоит монах, набирает, его показывают, набирает он в целлофановый мешок воду священную. Довольный такой стоит, улыбается, чем-то на Василия нашего похож этот монах. Ну и куда он дальше с этой священной водой, монах этот пойдет с проруби там, ну в этом, в целлофановом мешочке. Что великого он тут такого делает? Почему? Этого монаха не сфотографировали, что он раздает слово Божие людям. Или не стоит, не объясняет что-то там толпе людей. Они же все вокруг за монахами люди ходят. Душа требует выхода на свет Божий. А она во тьме сидит. Она не понимает. И подходят они к монаху, а он еще темнее темно. Как Макарий, по-моему, Макарий Великий видел сон. Нет, не Макарий, сейчас не вспомню. Сон, что большой ров, и монахи ходят, и в этом полной темноте тыкаются туда-сюда, никуда не могут зайти. И он проснулся и заплакал. А что это такое? А будущее, говорит, я показываю, монашество. Обители твоей, говорит, будущее. А никто не поверит в это? Нет, не можно так. Тут же пишет апостол Павел, что лучше дева, лучше дева. Ну зачем вы когтистым своим пальцем тыкаете? Вы покажите пример сегодняшний. Кто так делает, благовестует? Где эти общины вами созданы? Серафима Саровского приплетать. Сказал, спасись ты, вокруг тебя ты сейчас спасется. Ладно, допустим, Серафим Саровский так сказал. Значит, чего нету спасенных? А мы поверим. Нету спасенных. Значит, и среди вас, монахи, среди вашей девы, никого не находится, кто мог бы показать нам путь, который истинно евангельский, который апостол Павел показывает. И есть только у нас один единственный. Вот наш пример. Это Игнатий Лапкин. Скажем, мы уже здесь, в Барнауле, прямо рядом с ним находясь. Не надо там быть в Москве. Семь-пять его лбу, чтобы понять. В простоте слово Божие, путая ударения, неправильно там произнося слова, но четко все по слову Божьему. Если жития святых берет, то он точно это жития святых прилагает туда, где Священное Писание это говорит. А не так в разброс, что возьмут, с бухты на бракты, с пятой на десятой, с ног на голову понаставят все, и потом, а мы вот и по слову Божьему тоже умеем. Ничего не умеете. Ни Чаплин, ни там, ни этот, кто сидит, Смирнов там этот и так далее. И тем более патриарх сам Кирилл. Тот уж давно, наверное, Библию не открывал. Не ужасался. До чего уже церковь дошла. Поэтому вот апостол Павел, конечно, интересно было бы, чтобы он посмотрел на всю эту жизнь, и какие бы он сейчас послания слал. И было бы кому. Ну, оно послано и к нам, это послание-то. Поэтому он как бы нас-то, до нас достает этими словами, и говорит о том, что действительно, да мы из своего опыта можем сказать, вот мы прямой пример, Игорь Владимирович Тертиков. Неженатый он проводил времени больше здесь, с нами, и занимался. А тут то одно, то другое, что хребрестит там заботы о семье, жене, о ребенке, и второй ребенок появится. Поэтому, конечно, что же там говорить-то? Конечно, достал эти слова апостола Павла до нас, и до него тоже. Я ему говорю, ну что, брат, а женился? Да, женился, говорит. Это одно. Второе. Конечно, апостол Павел о монашестве, он и не подозревал, может быть, когда говорил, он являл собой пример. Он говорил, будьте как я. То есть он приводил себя в пример. Девы-то лучше. То есть я посвящаю свою жизнь практически всю Христу, проповеди, Слово Божие, исполнению его главной заповеди. И идите, проповедуйте всему миру. Он проповедовал всем, язычникам прежде всего, потому что свои не приняли его. Бород, послание к титулу, епископ, найди, как это должен быть. А епископы какие должны быть, да. И потом апостол Петр, мы знаем, он был женатый. То есть девы-то. То есть лучше, конечно, да. И мы и с сегодняшнего дня, и с своего опыта знаем, что, конечно, когда не связано этими узами, и забот меньше. То есть о своей тогда плоти ты уже можешь и не заботиться столько, сколько ты заботишься вместе с заботами о плоти своих ближних по крови. Ну вот я хотел просто сказать, апостол Павел говорит о единстве. Но почему-то она вот простой, в самом великом деле для церкви, в самом простом, взять Слово Божие, открыть и посмотреть, что написано. Ты нашел? Написано, епископ должен быть одной жены муж, заботящийся о детях, о семье своей и так далее, в почтении там находящейся у детей. Ну это написано. Где сейчас мы это видим? Почему в епископы поставили все монахов? А они теперь ставят это. По слову, как апостол сказал, вы должны быть такими же, как я. А раз он был не женат, то есть и они тоже теперь не женаты, епископы. Но он же не сказал, все будьте как я, и епископы только вы. Они сделали свой конгломерат, клубок вот этот скрутили, и теперь накрепко не впускают Слово Евангельское. Ну что? Ну и как написано? Где? 1 Тимофея 3, глава, в 1 стихе. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащим в послушании со всякую честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от церкви Божией, не должен быть и из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. А сейчас идут слухи епископ, который отсюда ушел, там где-то под Санниково коттедж продают 70 миллионов. Ему это надо несребролюбивому нашему было. И зная, как епископ, его век очень короток на любой земле, что его взяли вот так мановением пальца и он уже улетел как пташка. Почитайте каноны, о чем они говорят, причем апостольские правила говорят об этом. Ты можешь найти апостольское правило? Там 14 по-моему. Правило говорит о том, что епископ, даже если его будут уговаривать его собратья на соборе, покинуть его территорию, ну по каким-то там даже причинам, чтобы ни в коем случае не шел на это, пишут. Даже при великом, при великом каком-то там правильном действии лучше не покидать свои территории, где ты епископ своих же. А там дальше, а если ты согласился и по какой-то вдруг неуважительной причине покинул, сразу же извержение из сана и из церкви. Вы понимаете, что мы сейчас видим? Где они, эти епископы? Они, во-первых, Кирилл за то, что Алексей там в гробу должен уже перевернуться и осознать все, в аду поделить. Потом дальше, Кирилл сейчас тоже это самое должен подумать. Он как меняет их как перчатки? Что делается в церкви? Где она вообще церковь? И почему меняется? Не показывает ли этим Господь нам, что церкви просто нигде нету? Почему епископов-то не задерживают? Почему у них так швыряют? Не захотели Антони? Ну ладно, Антони помер. Этот взял Максим, приехал, перекопал его. Ну похоронили тебе уже человека, епископа, закопали, почтенного там все как надо, да? Выкопать его ночью, тайно, и куда-то увозить, где-то перекапывать. Да где это видно на такое своего собрата? И зачем? Смысл какой? Ну хорошо-то нареканиях хоть даже сказали, ты что это там перекапываешь, закопываешь? Но я о другом говорю, тут живых кидают, там о живых говорится. Ты нашел? Рукополагайте себе епископов и диаконов, достойных Господа, мужей кротких, несреролюбивых, и истинных, и испытанных, ибо и они исполняют для вас служение пророков и учителей. Это 14? Это дедах 15. А, дедаха? Нет, там это, в апостольских правилах, прям 85 апостольских правилах. Апостольские правилы есть. В апостольских правилах там вот это сразу идет о епископах. В самом начале там они перечисляются. И никто это правило никогда не скажет. Одно правило они знают. Тот, кто досадил епископа, тому извержение, если досадил епископу. И вот они под досаду епископа все лепят подряд. Что ты там сказал? По слову Божьему, не по слову Божьему? Не понравилось епископу? Так а у епископов гордыня-то больше, чем у какого-то простого человека. Ничего сегодня власть такая. Хотя, если бы они Слово Божие читали, написано Кроток, Смиренин и так далее. Вон этот, апостол говорю, Павел Каменский рассказывает. Говорит, сидит за столом, Максим, вот так вот 300, около 300 человек священников, и он, ну что-то там не по его вам. Вы знаете, кто я? Вы знаете, кто я? Я Макс. Вы знаете, что такое Макс? Это значит Сема, вот так я, все, вот такой вот. Понятно вам? Епископ. Кроткий? Ну что он пьяный-то? Вы что, он не пьяный? Он такой есть просто. Все, он в главной сидит. 300 рабов его, они должны принести ему деньги. И разговор-то идет только о деньгах. О духовном бы там шло, или еще там о чем-нибудь. Или он так возмущался пьянству их. Нет, не собрали денег. И там у них какое оправдание? Владычи, Владычи, так у нас же нету там бабушек столько. Они что там, все пенсионерки? А я вам сказал, что вы, это что, как вы там, где-то надо все изымать. И вот они из своих там, кто родители кому присылают. Отец говорит, я в лодку прыгаю, говорит, там остался один день. Нету денег, не хватает. В лодку прыгаю, поехал, рыбачил рыбы, продал, и вложил это все, и поехал отдавать. Вся жизнь христианская, в церкви такая. Как тут волосы дымом-то не пошатаются? Разве они вообще о словах об этих задумываются? Вы знаете, какая тут глубина этих слов? Утонешь. А если теперь разбирать, какой должен быть епископ, мы сейчас как начнем это разбирать, на шею Павла кидались. Вот дали бы мне возможность, я бы на шею и в тихие кинулся, тогда, когда он замутил эту поганку с этим объединением в 2002 году. Я бы кинулся, дорогой ты мой владыка, что ты делаешь? Он же стена, он же неприступен. Хотя он тут с нами был, ел, пил и спал. Но он неприступный все равно, внутри он уже знает, у него стержень, все. Он еще на соборе думал, начинать это объединение, подписывать, не подписывать, и потом, да будут все едины во Христе. Что это за слова? Да будут все едины во Христе. Так пускай они-то и будут едины с тобой во Христе. Московская патриархия. Почему мы-то должны в этом, говорится, прокрустого ложа ложиться, а не они? Они должны от себя были отсечь. И кумунизм, они его не отсекли, они еще больше в него погрязли. Уже в 2006 году саммит был там всех-всех религий. И на этом саммите постановили слово Господь Иисус Христос Бог не произносить. Потому что очень много конфессий, которые за Бога его не считают. Такие, как мусульмане там, и свидетели Иеговы, и так далее, и так далее. Язычники. И не произносили, и православные тоже не произносили. Один там знак выработать, вот крестное знамение, крест не показывать, евреям не нравится он. И так далее, и тому подобное. И на все идут. Лишь бы только там собираться все вместе, хороводиться. Зачем-то. Новомучеников не прославили, которые не признали сергианство. И третий вопрос, само сергианство. Сергия не признали, эти новомученики. И их нигде нету, их не прославляют. А почему? Так начни их прославлять, надо же показать людям, кто они такие. А начнешь показывать, там Сергий всплывет. Потому что они все пошли только под гильотину НКВД. Только потому что они были противники Сергия. Ничего этого они не отсекли от себя. Ну и так далее. Тут любое слово. И будем говорить, тут тебе в священники пойдут, присвятера какие-то, а слово учительный. Учительный. Покажите хоть одного учительного, кто любит учиться. Я увидел этого Константина отца, у меня душа заплакал просто, и все. Священник сидит и читает Слово Божие, и старается учить. У него много опыта, хорошо. Но я сам того не могу, у меня слезы текут, и все. Священника увидел верующего. Ну это я такой, ладно, но может кто-то не поймет, скажет, дурачок. Ну давай ты найди священника, учительного, который сидит, учит тебя, и душа твоя ликует. Он все правильно говорит. Ну там мелочи про Богородицу, что она там святая святых была, это каждый повторит, ясно. Мы потом об этом. Так-то все остальное по Слову Божьему. Это он батюшка наш, но он не противится просто, он с нами, ну там, потеряете. Далеко. И вот этот отца Константина знает. Больше я никого из священников не знаю, кто его учил. И причем ему нравится учить. Вот он пришли, а он приходит с ночной смены, там сторожем работает. Сразу садимся за стол, помолились, сели за стол, сразу Священное Писание разбираем. Разобрали Священное Писание, он так, ну все, вроде душа насытилась, давайте теперь будем молиться. Вот так вот. Есть такие, оказывается, люди. Я думаю, ничего себе. Я уж с утречка как-то не привык разбирать, Слово Божие. Там обычно молитвы, все, а у него так, о, отошел, говорит, немного, там, говорит, у меня мусульмане, говорит, еще там, в той будке, говорит, я, это, шлагбаум заведую, а там мусульмане. И они, говорит, это, ходят, ко мне, приходят и начинают там со мной разговоры вести, говорит, приходится с ними. Всю ночь бывает, говорит, три или четыре человека насядут на меня и вот крутись, говорит, там с ними. Я думаю, ну да, действительно тяжело. А еще, говорит, кто-нибудь из них закурит, надо, говорит, тут же рассказывать о куриве, что курить нельзя. А еще, говорит, какой-нибудь безбожник зайдет, приходится. А теперь, говорит, у тебя сейчас пришел, говорит, вот, Слово Божие, говорит, сидим, разбираем, мне, вот священник какой должен быть и каждый, чтобы подошел к нему спокойно, а тут увидел один раз, вот на нас сейчас, вот в воскресенье мы были, на Благовестии, распространяли Слово Божие, Евангелие от Иоанна и полностью четыре Евангелия православные. Людей было, разобрали, как Сергей сказал, говорит, я говорю, ну все не будем брать, заберем все, говорит, ты что, говорит, они же как чайки сейчас, люди все расхватают. Люди как чайки, вот чайку кто видел, вот кинешь вот так батон хлеба, чайки вот так вот прям на море, ух, кишмя кишит, думаешь, как они не тонут, раз, и ничего от батона не осталось, все забрали. Так и люди, даже они идут рядом с этими, ну вот священники, епископ идет, священники, впереди непроницаемые зломеносцы, как олимпийские несут славарги, не подходи к ним, они же знамена несут, православные, как дам знаменем, проскочили все, только закончились вот эти священники, и за ними идут сразу семинаристы, тут не попадай, ухо во строй держи, могут и шелкушку дать, ребята крепкие, и только они прошли, пошел всякий народ, эти семинаристы, они еще стройными рядами проходят мимо, такими бронебойными, туда ничего евангельского не просунешь, только они, и вот народ пошел, вот народ уже, как будто бы вот эта вот православная иерархия, вместе с семинаристами, это какой-то, какой-то этот камень Кааба, черный, он откуда-то прилетел, он инопланетный, он вообще ни Христа не знает, ни любви никому, ни к скотам, ни к людям, никому, ни к природе, не подходи к ним, а вокруг вот народка вот вьются, вот вьются, как рассеянное стадо какое-то, и только они увидели, и хватает, вот так хватает, через ряды вот так прорываются, вот это все хватает, прям, я только, это о Христе, это тут о Христе, какой там, давай быстрее, прям вот так вот, а мне тоже передайте, вот так передаешь, передаешь, вот пачка была, все, секунда, нету ничего, рядом идут, рядом со священниками эти люди идут, разве, такой голод может быть, это же евангельский голод, он, ну его же видно, им что, не видно, что евангельский голод у людей, что они жаждут Слова Божьего из твоих уст, священник, и мы вот это сейчас разбираем, да апостол Павел бы знал бы, он только плакал бы, и плакал сначала 7 лет, а не 3 года, а может и больше даже, чем 7 лет, день и ночь, но я дальше не буду объяснять, там дальше мы можем и о Мирианах говорить, и так далее, обо всех, про семью и брак, только что отпустил Волобоева, у него было неприятные случаи, фотографии, там диском что-то это погружено, и все исчезло, и теперь он ко мне обращается за 11-й год, когда с Капришиным были, есть или нет, у меня все есть, только не дома, кое-что в разных местах, вот что значит быть революционером, копии в разных местах, в разных городах, копирует, прячем в других государствах, теперь прячем, и теперь они, несчастный случай, ничего нету, а ему надо, и нет ничего, ну я говорю, я сделаю заказ, вытащим, практика, и практику это нельзя, книжным путем доставить, понимаешь как, хороший разговор был, много оставил, там еще, ну и какое последнее слово, то было, о чем у вас тут, о епископах, 34 стих, 1 послания апостола Павла Коринфянам, 7 глава, незамужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой, и телом, и духом, а замужние заботятся о мирском, как угодить Божью, вот видите, вот здесь, когда разбирают это дело, она одна, но она должна быть христианкой, а не Б, она не замужняя, она рожает наркоманов, вот он, я знал одно, здесь у них кажется, 8 сыновей, все до одного в тюрьмах сидят, все до одного, какая польза государству-то от них, так вот, если она святая душою, и телом, вот тогда имеет смысл, когда она добровольно, красавица не идет замуж, чтобы одной служить Богу, я рассказывал, были знакомые не мне, а их там 4 девушки, но я даже за одну схватался, неудачно, она была баптистка, и пока я туда ехал, она стала 50, если, ее знает брат Игорь, там возил от меня подарки, подарки, Слово Божие, Библию, так они девушками, когда были там где-то, а там себя такие видные, там, они ждут в субботу, воскресенье, надевают резиновые сапоги, и по грязи, в верст 15-20, идут в другую деревню, где нужна помощь, где нужно свидетельство, вот это я понимаю, никакой дружбы с миром нету, она пастится, объявляется, мы поставили на разгрузку, на где-то что-то, и в кармане оказалось одно семечко, я-то только начинал еще, а она-то уже опытная в этом деле, и эту семечко, она лопатила там пшеницу, эту семечко взяла в рот, и так сокрушалась, я пост нарушила, сектанты, пост когда-то ничего, ну как предпричастием, у меня однажды, одна с кухней приезжала, в потерявке, плачет, я говорю, что, так предпричастие готовила, сейчас на кухне готовила, ну как всегда-то, попробовать надо, как, пересолено, недосолено, если человек больной, священник не должен смотреть, ни на что, даже после приятия лекарства, причастить-то, ну а здесь, именно трепетное отношение, она не православная, она наших законов не знает даже, но она села, сощелкала семечку, и говорит, пост мой нарушил, я продолжаю поститься до вечера, но я знаю, что он уже не полноценный, вот, как понимают люди, вот это, святая телом и душой, вот это в этом надо, тогда она для Господа служит, а это, что она одна, это никакой роли не играет, она одна, ее нигде нету, аминь, даже она на себя одна, нормально живет, и она только одна, одна, ее нигде нету, она забилась, службы нету сегодня, гляжу, нету, второй раз спрашиваю, третий раз, под разными причинами, ее нету, и все, она одна, пример, у меня друг близкий был, вот у нас в деревне, ты на руках-то держала, Анфису, рыжеватые волоса-то, ты ее там расхваливал, у ней, дедушка там живет, Володя, а Володин отец, Александр Иванович, это у него было так, 10 детей, 10, 8 сыновей, 2 дочери, живет в Искитиме, от Новосибирска 60 километров, только до города, там опять надо садиться автобусом, ни одной субботы-воскресенья не пропустит на службе, вот как, как любить Господа можно, если он не поехал, только заболел, или что-то, но службу дома правит, там 6-часовую, а тут рядом не добьешься, он не один, я приехал туда, он, кто прописать меня, не знает, он сразу, я беру прописать, кто-то еще вышел, не надо, я уже взял, он смотрит, кто его пропишет, я приехал в Новосибирск, молча, все, он уже не отдаст никому, ко мне поехали, я прописаю, а где спать, у меня будешь спать, я зашел в комнату, одна кровать, да коща кровать моя, а ты где, как, где я на полу буду спать, у него вопросов даже никаких нет, 10 ребятишек, и он меня из Новосибирска перетянул в Искитим, вот это любовь, хоть в посте, хоть в молитве, хоть в работе, он везде и всюду ревностный, а огнем горит, его ничем нельзя было не сломить, ничего, к расстрелу приговоренный, отказался от помилования, моя мама, у ней было 12 детей, 10 живых, и у нее всю жизнь была мечта, как ей сядет, я так хотела уйти в келью, это келья она звала келью, 12 ребятишек, а она так и осталась в монахине до самой смерти, моя мама, она там застряла умом, как бы я одна Богу служила, вот этого бы не было, а я сейчас, вот это я понимаю, а сейчас в монастырь идут, и друг на друге спят, нужно это? в монастыре были уставы, на одной рогожке двум монахам не спать, но ни устав нигде не писали, что одному на другом нельзя спать, еще тогда не знали, наверное, такого, на одной рогожке нельзя спать, рогожка какая-то, матрасик, который я врагаму подарил, не довольна быть святой телом, но должна быть таковой и по духу, ибо в этом, то есть в чистоте души, состоит истинное девство, на опыте многие, будучи чисты и непорочны по телу, скверны по душе, сверх всего, обрати внимание и на то, что та не дева, которая печется о мире. Посему, когда увидишь женщину, которая выдает себя за деву, а между тем печется о мирском, то знай, что она нисколько не отличается от замужней. Павел для обеих положил определенные признаки, по которым можно распознавать их. Не брак и воздержание, но с одной стороны большую и беспокойную деятельность, а с другой спокойное занятие своими делами. Следовательно, та не дева, которая применяет себя множеством суетных занятий, а замужняя продолжает заботиться о том, как угодить мужу, и потому предлагает особенное попечение о своей красоте, или чтобы почитали ее доброй хозяйкой, показывает себя нерасточительной и бережливой. Ну, в принципе, Игорь Тихонович сказал, а в делах болгарских подтвердил, и что наоборот. Одно и то же. Как показывают эти глухонемые. Так, да? Жалко, что он пример привел баптистов, а не православных. Ну, в общем, православным есть кому обращаться. Да, конечно. За примерами. Будем так говорить. Следующий стих, 35-й. «Говорю это для вашей же пользы», апостол Павел говорит, «говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Толкование. «Я беседовал, говорит о девстве, зная, что это состояние полезно для вас, так как оно свободно от печали и забот и доставляет душе больше выгод. Не для того, беседовал об этом, чтобы принудить вас против вашей воли оставаться в девстве, ибо узами назвал принуждение. Для того, чтобы вы жили благоприлично и в чистоте, ибо что может быть благоприличнее и чище девства? И для того еще, чтобы вы, булочи свободны от неприятностей брака, без развлечения служили Господу и предстояли Ему всегда, возложив на Него все заботы». 1 Петра 5.7 Брат, посмотрите, 1 Петра 5.7 Можно? Да, конечно. Ну, здесь вот созвучие идет со Словом Божиим и Евангелие от Матфея, 5 глава, начинаем мы читать, там идет Господь на горную проповедь говорит, и там Отче наш разбирается. И вот почему слово Отец, то есть это Господь наш установил, на небесах, этим показывается Отечество человеческое, человека, который принимает вот эту молитву, которую глаголит ее ко Господу. То есть, нету выше патриотизма, чем патриотизма небесного. Здесь и говорится, служить Господу без всякого развлечения. Именно Господу нужно служить. Здесь у нас не стране какой-то там своей угождать, не каким-то своим амбициям, своим похотям, а именно Господу. Для того, чтобы Господу угодить, Слово Божие нужно знать от и до. А чтобы Слово Божие знать, нужно начинать не с того даже, чтобы ну там, жить во Христе и так далее. До этого дойти еще надо. Со Слова Божьего и нужно начинать. Потому что только Господь-то может на это указать. А где Слово Божье было тогда, к примеру, взять? Только лишь, только, или увидеть человека, который это говорит, или в синагогу попасть, там услышать слово, но Ветхего Завета тогда. Ну и же в церковь христианскую, или там в собрание христианское попасть. Все. Человек сам книгу купить не мог. Книгу купить, это все равно, что как квартиру сейчас купить. Как ты ее купишь вот такую? От руки переписывали, сколько там писать надо? Да еще грамотой нужно быть ученым. И так далее. И откуда это все узнавали? Ну там вот интересные такие случаи у святых. Там святой, ему прочитали там первое. Ты у него возьми фотоаппарат, а ты иди со мной, оденься. Там читает, блажен, там, блажен муж, и же не на совет нечестивых. Он говорит, ну все, хватит. Говорит, а что? Пойду, говорит, это исполнять. Это же, говорит, слово Божие, да. Ну пойду его исполнять. И исполняет его там два года или сколько. Его спрашивают, ну как все, еще немножко осталось. Сейчас исполню, потом дальше буду слушать. Вот это вот познание Слоя Божьего, просто невероятное. Ну конечно, желательно до конца узнать, но вот сама канвас, стремление к Слову Божьему, как его познать, она должна быть у каждого человека вот такая. У нас же, вот люди, мы сколько распространили, ну допустим, где-то, наверное, тысячу, может больше, Евангелия Теана, ну и больше сотни вот этих вот Евангелий, четыре Евангелия сразу. И сколько мы визиток раздали, ну я не знаю, тысячи раздали их. И вы думаете, интернет наполнился людьми, которые захотели слушать. И сейчас сидят люди и читают это слово другим. Ну есть читают, прям при нас открывают, молодежь и начинают читать. Мы даже удивлялись, подходили там, снимались. Девушка, вы сразу читаете, а что вы такого, вы же мне дали. То есть есть такие простые душой люди и слава тебе Господи, что они существуют в нашей именно стране. Но это только русскоязычные. Может где-то люди, которые могут слово истины понять и в других странах. Но надо сказать, что в других-то странах православие мало где есть. В основном уже все или засоренное, или вообще нету православия. Попробуй доберись до людей. Исламизированные еще. Еще и исламизированных сколько. Вот сейчас только начали открывать там где-то в новостях по телевизору документации, документальные фильмы показывают о том, что в Сирии идет этническая война. Этническая. Мусульмане, аль-кайда, там еще другие сторонники, там сунниты, шииты, они между собой. Но в основном они-то христианские храмы рушат везде. Христиане там есть и протестанты, но в основном православные в Сирии. Они их убивают, взрывают там и так далее. Об этом же молчание идет. Вот сейчас только начали немножко говорить. Почему? Ну я думаю, что это средства нашей информации замалчивают почему-то. Я не знаю почему, чтобы на мусульман гонений не было у нас или еще что-нибудь такое. А ведь это все не за горами. Посмотрите, как себя ведут мусульмане. А мы лучше хвастаемся своими силами, какие самолеты, вертолеты, какие у нас пушки скорострельные. Скорострельность пушки достигает. Вот вы не поверите, сколько выстрелов. В секунду 22 выстрела. В секунду. Для чего? Ну такая скорострельная пушка уже изобретена русскими. Вот нету ни у кого таких. И сейчас торпеда была, вот из-за которой взорвали этот Курск, шквал. Сейчас она усовершенствована, как-то называется арсенал, как-то, ну не помню. У ней тысяча миль в минуту она идет. Тысячу миль в минуту. Скорость. Скорость. У торпеды этой. И все, мы хвастаемся этим. Вот Россия сильная. Вот у нас там Юдашкин сшил, глядите, какие красивые костюмы у солдат. Вот у нас у всех сейчас уже, у офицеров уже будут квартиры. Зарплаты им подняли уже там, уже до 50 тысяч там офицерам и так далее. Вот видите, какая у нас сильная армия. У нас братья на спорте. У нас то, у нас все. Этот воинский дух. А нужно патриотизм, чтобы государство в людях воспитывало, в детях, или не нужно? Вопросы поднимаются. Вопрос должен быть один. Как угодить Богу для начала? Господь говорит, а все, все остальное вам приложится. Царство Небесное ищите сначала. Ну почему патриарх не может на эти слова Путину-то указать? Чего зря такие деньги тратить? Ну дайте людям-то вздохнуть. Зарплату нормальную дайте людям. Покажите, что можно у нас давать при ваших триллионах, что могут люди спокойно пойти в магазин, взять, что они хотят. Вот людей в нищете держат. Они жались на Украине. Пошел буч. Сейчас тут в России додержат. И опять все. Написано, епископы должны быть не сребролюбые. Вы скажите, почему Кирилл не говорит Путину, что Путин, да ты самый что-нибудь корыстолюбивший, сребролюбивший, власти любивший. Он ему не говорит. Почему? Да он сам такой, он даже жестче этого. Он жестокачея даже еще, можем сказать. Потому что он-то знает все до конца, глубину человеческой души. Господь касался когда-то его души, нежной тогда, любящей души, которая теперь, которая в совести сожжена теперь у него. Да, Надежда Ивановна. Игорь, вот ты вот это все говоришь. Ты уверен, что это так? Мне кажется, вот ты вот это говоришь все. Так же, как Игнатихович про монахов, там на монах, на монахи. Вот, Виктор Андреевич, вот скажите, толкование вот это вот мы изучаем, это монахи писали, или нет? Ты человек болгарский писал? Ну это монах был. Он писал, кроме того, он собрал многих святых. Ну и там в основном были монахи. Объединил. Ну зачем мы вот так говорим? Вот я вот просто не могу, у меня все внутри переворачивается. Ты точно не знаешь, спали они один на одном или нет. Ты не знаешь точно, такой этот Кирилл или не такой. Ну зачем мы вот так вот говорим? Ну не страшно разве в осуждение впасть? Страшный ведь грех. А что говоришь? Я не понимаю, ну давайте говорить. У рояля тоже, что и раньше. Что может она говорить-то? Ну не знаю. Ну что, ну что, призыв к покаянию дебудловать. Игнатихович, вот вы сказали монах на монахи. Ну да. Ну вы точно знаете, что так было? А что знать-то? Когда уже признали это. Игнатихович, подождите. Подождите, ты что хочешь сказать? Да не надо тебе говорить, меньше греха будет. Тихона Шеркунова знаешь? Знаю. Слышала про него. Ну вот, так это он говорит. И он должил патриарху Алексею Второму. Одному дали уголовный срок, а мотает все еще. Он знал, про кого говорил. Конечно знал. А мы не знаем, про кого говорил. А я не говорю, кто знает. Мы никого не знаем. Что ты привязываешься-то? Игнатихович. Мы говорим, что это беда, страшная беда. Это страшная беда. Это сегодня речь, и считается сотнями. Наша-то беда, не меньше будет, если мы будем вот так вот говорить про людей. Понимаете? Агульно. Так, ты что хочешь сказать? Я хочу сказать, что вот эти вот толкования, которые мы читаем, писали монахи. И мы здесь же этих монахов переворачиваем в грамм. Да не этих, не этих как раз. Ты зачем говоришь об этих-то? Это не они этих. Надо тогда говорить конкретно, про кого он говорит. По именам как раз мы называем и не конкретно. Чтобы не получилась огульщина. Это не надо, ты истреби из себя вот это. Ты хочешь показаться добренькой, не понимая судьи дела. Ничего не показаться, у меня просто внутренне горит начинает. Она истерикует, Так, подожди, ты такой можешь у кого сейчас не говорить? Истерика от малого знания, ничего не знает, ничего не читает и все. Я считаю, что мы на суд пойдем. Седьмой, восьмой том Игнатия Тихоновича, возьми еще и уши. Скажи, ты на нашем форуме бываешь? Да не бывает. Я на компьютере не работаю. Так вот, прочитай, что говорит Григорий Богослов, не Игнатий. Да она ничего не будет. Что говорит Иероним Стридонский? У нас Ян Златоуст, а у Западной Церкви, это наш тоже святой Иероним Стридонский, он пишет о нравственности священства. У безбожников того нет, Павел говорит, какой у вас весь... Добрый пример. Нет, там место жены, имеет жену отца своего. Игнатий Тихонович, это бесполезно. Ее только надо одно, запретить и вообще что-то говорить, пускай на бумаге записаны. Вопросы задавай, не надо истериковать здесь. Я все буду прочитать на бумаге. Пиши. Давай, пиши, это будет лучше. Пока не прочитаешь эти, что я сказал, больше не выступай. Игнатий Иванович, и пускай седьмой, восьмой тонны, это очень отличные тонны. Седьмой, восьмой тонн, прочитай. Вперед. За работу дорого. Игнатий, подожди. Святых, которые общепризнанные. Вперед. Иероним Стридонский, Григорий Богослов. На моем форуме. А уже мы выставили материалы. Земля содрогается, что делали? Ну пусть они там делают. Да не они, это сегодня все тебе еще говорят. Зачем мы это повторяем? Нам это не поверят. Я говорю, не повторяем, чтобы не доверялись. Они сейчас Грозовского хлеба не могут вызвать никак с Ираильзой. Как ты попала, непонятно. Мы должны молиться за него. Мы не доверяемся. Я говорю, что это страшная беда. Это страшная беда. Но зачем мы так перелопачиваем? Тебе зачем это говорить сейчас? Какой перелопатить-то? Это только поднял. Приехали. И кто приехал? Правая, говорится, рука патриарха. Максим Козлов. Вы подтвердили? Да, все так. И все эту шатю и братью разгоняют. А мы вот такие добренькие начинаем говорить, ты не бываешь. Ты попадешь обязательно в такие руки, не дай бог, конечно. Кто за что боролся, на то напоролся. Более безжалостной, более жестокой мафии нету, пишет Комсовольская правда, чем церковная мафия. Что вытворяют? Какие претензии семинаристам? Тебе даже во сне это не снилось? Архиерей ставит право первой брачной ночи. Дьякона не ставит, пока женой не переспит. Ну что, это сплошь и рядом, что ли? А? Сплошь и рядом. Это одного раза хватит. Тебе одного раза хватит. Из-за чего наши шесть человек в зарубежную церковь перешли-то? Это как раз из-за этого. Кобали в грези. Кобали в грези. Договорились молчать. Из тебя это не истребило. Ты хочешь добренькое показаться. Ты дома. Не хочу я ничего показать. Я говорю, те, которые пытаются добреньким, это люди жестокие. Вы ни о ком сейчас не думайте, не знаете, лишь бы только вставить свое слово извительно. Да много грязи нахлечит. Я сказал, уже молчать. С этого момента уже молчать. Поправь. Ты видишь, он тебя раздирать будет. И ты убедишься, что ты не сама говоришь. Вызывает Иоанна Снычева, митрополита. И он начал разглаживать. Ему говорят, вот конкретно, вот диакон, вот диакон. Показывают которым-то. Ведь они его не запретили, этого феодосия-то. И наши тогда шесть священников сразу вышли оттуда, и все. Потому что абсолютно бесполезно. Так это один. Если бы был один. Я говорю, Тихон Шевкунов. А это считается архимандрит, который исповедует Путина. Это приближенный к высшим кругам. Так он подтверждает, что это есть и наказанное. Так наказан-то один на сотню, может быть. Это как пример показать, что у нас что-то есть. А другой выступает, уже Севол. Это все нет. Он Севол тут же отопровергает. Ему не надо. Почему? А ты вопрос-то задай. Кому это выгодно? Пророк Иеремия не боялся это сказать. Языки не боялся сказать. Священников было много. Он видел где священники, говорит, хищные волки на дороге в Самарию. У меня родная сестра работала в епархии Новосибирской. И я и священник, когда собрались другие, а он в это время секретарем был. Александр Пивоваров. Он дает ей задание. Ты возьми там по симфонии. Ну посмотри от священника, что выбор мне. Некогда смотреть. Она выбрала все. Пришла, говорит, батюшка, я не думал, там вообще ничего нет положительного, только отрицательно. Вот это и будем говорить. Пророки, дух святой не нашел положительного, сказать от священника. Чего ты рот развиваешь? Зачем? Губишь себя этим. Ты умнее всех пророков хочешь быть? Живьем в ад, не умирая, только священники саши, да пана Верона Кореи. Родоначальники всех ересей, Арий Пресмитер, Несторий Патриарх, Евтихий Архимандрит, это родоначальники самых страшных ересей. Так это не все подряд. Миллионы людей погибли. И на иконах, а их первый сатана тащит икону в православной церкви. Чего непонятно? Не все, нет, да, далеко не все. Но если этот отвор сподняли, мы должны сказать, так это беда, об этом будем молиться. Все это приглаживаться надо, так, заступаешься. Вообще не читал и не знает даже. Тебе дали задание, ты прочти. Повторяю иерониму Стридонского, о нравственности священства называется. И вот это, что он об епископах говорит, Григорий Богослов. У тебя платок с головы слезет. Когда ты послушал, не звука. Не звука. Еще раз говорю, тебя надувать будет, сейчас. Глупость. Ты убедишься. Тебе молчать ничего не стоит. Но он не даст молчать. Ты не понимаешь, что с тобой делается. Я тебе ссылаюсь на самых великих мужей церкви, на пророков. Но внимание на это. Его распяли, кто? Первосвященники предали Христа. Они народ ложным путем вели. Они просили варау, для них лучше с разбойной властью будет, чем с Богом. Мы сейчас только слушали, выступает сегодняшнее священство. Слово Христос в Библии вообще не именуется. Нигде нету. Подряд слова такие лепят, лепят мирские слова. У тебя знание крошечное, а претензии на большее. И отсюда прорва, яма. Больше ни одного слова не произносить. Тебе запрещено. До какого времени? Я сказал молчать. Уже четвертый раз он прорывает тебя, раздирает. А тебя он крайно сидит и учится, смеется. Потому что это со мной. Вот так. Мне сказали, вы молчите, иначе уже три месяца ни одного звука не знал. Ни одного. И все считали, я глухонемой. Я говорю, не разговаривай. Ни положительно, ни отрицательно. Когда Лаван гнался за Яковом, Бог ему сказал, ни хорошего, ни худого не говори. Начнешь ты по-хорошему вроде, а из тебя это потянется. Черная полоса. Этого не надо делать. Вы лишних там движений не делайте, Володя. У вас этого не будет. Куда не надо, шевелитесь, двигайтесь. Обязательно будут провокаторы сшибать на это дело. Записывайте, подавайте записку. Мы говорим о ответственном положении, которое надо изживать. А изживать нельзя язву, пока ты не откроешь ее. Ее надо вскрыть и вырезать. Гной этот выпустить. Правило гласит, что если он мужеложник, отлучается на 30 лет. Если священник, сам снимается навсегда. С него сам не снимается. Они его под запретом подержали. Новый патриарх. И опять все эти пошли на свои посты. Народ-то это знает. Притом, я разговариваю с архимандритом, который непосредственно участник этого дела. Он не участник, его принуждали. Вот так. Ну, я тебе рассказываю не басни. Когда я стал говорить, что в алтарях делается, а Бурдин Сергей Дьякон говорит, ваше счастье, что Игнатий не знает, что в алтарях делается. Он говорит только там. В алтаре антимин спереблеванный лежит. Шужая баба сидит на престоле, зашляно сидит, дома на то курят. Половедра курок из алтаря выносят. Чего ты выступаешь, когда ты вообще ничего не знаешь еще? Как должно знать? Когда приоткрывается... Это наше? Не наше, это сатана нанес. Мы боремся за чистоту церкви. Нельзя навести порядок, пока ты не увидишь эту нечистоту. А что ты будешь бороться-то? Все хорошие, батюшка, благослови. Там уже ничего нету. Одна мерзость. Повторяю, что не везде. И заступаться не за кого. Зачем заступаться? Его никто и не обвиняет. А кого обвиняет? Тот должен молчать и уйти. Они не уйдут. Он работать не умеет, не хочет, а привык вот жаровать. Есть две позиции. Одна позиция такая, которая пытается сделать себя лучше, привести ко Христу, к светлому, исходя из того, что признаешь себя чем-то недостойным. Когда ты признаешь себя больным, тогда ты идешь к врачу. А когда ты не признаешь себя больным, ты остаешься со своими болячками. Поэтому мы о Христе должны знать истину, истину должны людям нести. И если наши действия, наши мысли и действия вокруг нас происходят таким образом, которое противоречит тому, что учил Христос, мы должны об этом говорить, мы должны об этом знать, чтобы излечиться, чтобы не допустить этой заразы к себе. А иначе это будет любвизм простой. Разглаживание грязи. И все. Христос говорит, гной размазывайте губкой. Гной. Вот заметь, проходит после Содома и Гаморра 2300 лет, допустим. Ну, срок. Ну, к примеру сказать, к примеру. И в это время приходит пророк в Иерусалиме и говорит, князья Содомские и Гаморские. Какие Содомские и Гаморские? Да они на дне моря. Они по образу жизни Содом и Гаморра сегодня продолжаются. Зачем он это говорит? Пророк Исаия 1 глава. Кого он обращается? Обращается к тем, которые призваны руководить народом. И овцы мои сделали с добычей всякого зверя. Расселись по холмам, языки ильпиши. Читай там 23 главу и прочее. Считать страшно. Почему царь Иохав так обозлился на Михея? Он говорит, нет у них пастыря, они бродят по горам. О, я говорил, обо мне хорошо не говорит. Тебе-то зачем за это говорить и заступать? А когда уже страницы Писания сказаны, не господствуйте над наследием Божиим. Из вас восстанут лютые волки. Из священников, не из мирян. Которые будут говорить превратно. А для чего? Чтобы от таких увлечь за собою. Больше ничего не надо. У них только одно. Увлечь за собою. Мы должны прямо и открыто назвать грех. Он назван, не нами назван. А нам что, молчать и молиться? Кого ты заступаешься? Ты себе ума не дашь. Вот это вот противление, это противление домашнее мужу там, еще что-то, оно вылазит вот здесь уже на людях. Этого нельзя делать. Это не только ты здесь хочешь показаться добрым. Особенно добрыми показы, себя хотят показать злые люди. Его все считают, он злодей, он такой, тогда где-то выползти и сказать, а вот я заступаюсь, чтобы не думали, что я злой-то. Время, не время, а такой человек вылазит и начинает. Все говорят, а я заступлюсь. А я заступлюсь. А он там, видишь, какой злодей, он как говорит-то. Вот как раз это тебя и обличает, что ты недобрый человек. А ты слышишь, брат берет на себя такой и тяжестный. Упрек, главное, против него будет, не против тебя. И ты поддержи его, чтобы он не ошибся. Да он фамилии-то не называет. Нам зачем называть-то? Мы говорим, это беда. Беда общепризнанная. Вот так. За превышение полномочий, власти за излишние деньги расстреляли два человека. А сегодня говорят, а виновных было 2,5 тысячи. А все остальные отмазались. 2,5 тысячи. Какой процент? 1,0 процента попадает только под наказание. Надо вспомнить еще и Слово Божие. То всегда Слово Божие нам показывает, что изменение в сознании народном, религиозном, как раз происходило не от того, что это было снизу, а как раз происходило от того, что или являлся какой-то правитель, или священник какой-то захотел власть первого священника захватить. Особенно я тебе рекомендую почитать книги Маковейские. Вторую Маковейскую только начнешь. Там одно. Борьба за власть у евреев. Ну, евреи, это сегодняшние, можно сказать, патриархи и так далее. У священства за борьба. Сдают правителям, грекам сдают, египтянам они друг дружку сдают. Подсылают убийц. И убивают, убивают. И самые никчемные заходят на седалище Моисеева, садятся. И Господь это все знал. И Господь говорит, на седалище Моисеева там сели учителя, которые, книжники и фарисеи, ну, учителя народные, которые ни сами не заходят, ни других не впускают. Ключи Царства Небесного спрятали. Закон жизни спрятали. Так, я вставлю здесь, смотри. Призваны спасать от рабства. И вдруг в Афганистане обнаружится, продают БТРы, офицеры, продают солдат в рабство навсегда. Договариваются, приводят туда 15 человек, а солдаты еще не за это идут. Так, винтовки положите, там карабины. И тоже продают в рабство. Это говорит очевидец, пришедший от шуда. А сегодня и судят за это. И в Чечне так же. Офицер придает своих... Возможно, это у Суворова было. Даже считать жутко. Даже я не военный. Сома сижу и страшно. Это уже доказано, уже судили за это. Да нет, они не такие наши офицеры. Не такие. Куда по Новый год догнал Ельцин? Вся танковая колонна, все погибло. По пьянке все сделано. А люди-то, солдаты-то молодые, ничего не знали. За кого ты заступаешься-то? Ну, они отвечают теперь. Падают самолеты с этими генералами. Ну, аминь. Надо быть очень осторожным в осуждении и в ложном заступничестве. А не того стоит, одно другого. Можно еще продолжить? Да, немножко. И теперь дальше вспомним. Но самое главное. Ты-то сейчас упрек кидаешь то, что вот вы что-то вспоминаете, какую-то грязь. Ну, Игнатин Ильич тут вспомнил про это голубое лобби. Я даже про него не вспоминал. Это как раз меня меньше всего волнует. Больше всего церковь волновала. Это духовное предательство. Святой, который сказал, никогда не был еретиком. Агафон. Агафон. Самое главное, когда на него говорили, там, прелюбодей, да, 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 мысли были. Убийца. О, не один раз осуждал брата. Ну, на все. И вдруг сказали, ты еретик. Он тут встал уже, вытер слезы, которые только что лил. И говорит, нет, братья, в этом я не замешан. В этом вы меня никогда не упрекнете. В этом я как скала стоял. Главное духовное. И сразу же, только начинается церковь, ну, приобретать формы свои, когда вот общины начали соединяться. Сразу 325 год. Против кого собор сам был собран? Не чтоб символ веры принять. Против Ария. Арий кто был? Самый лучший оратор, пресвитер. Ну, там он был. И в епископы там его, и так далее, прочее, и так далее. Ну, почему-то не было епископом. За малым. Но, однако, он был учитель церкви. И что? И орианство. Давай. Ну, давай. Давай меня ушатиком полей. Ты как раз вот и с той, арианской церкви той истории, ты все перепутала, поставила на голову у себя. Сейчас не надо ничего. Не трогай. Ногами ходи по земле. Это не раздражает пока. Там видишь, как стреля поднимается. От Надежды Ивановны два вопроса. Первый вопрос. Чем отличается осуждение и осуждение? Ну, я полагаю, что социаты хотели сказать осуждение и суд и осуждение. Разные вещи. То есть вынести приговор это одно. А обсудить обсудить это значит поднять, обговорить эту какую-то проблему. А судить, значит, это нужно вынести приговор какой-то. Все, вот скажем, в отношении, если с христианских позиций, значит, все этому человеку уже конец, он никогда не спасется. Никто никогда таких слов у нас не произносил и не произнесет. Если человек православный и в своем уме. Если он старается соблюсти себя в истине Христовой, доколе человек жив, есть еще возможность его спасения, он может прийти в разум Христов. Поэтому это вопрос такой вот. Я думаю, если ответ не удовлетворил тебя, может кто-то еще добавит. Апостол Павел говорил, что духовный судит о всем. Духовный может о любой теме рассуждать. Да, правильно. Псалмах читаем, в последнем псалме, он сказал, честь себя, всем святым его. Именно там. Второй вопрос, от сестра, галактику шоку поднимал. Первое, суждение, осуждение, эти вопросы, в этих книгах отвечены, мне задавали в университете не один раз. Я расширял и расширял его. Говорит премудрость, суждение, осуждение близки. Они очень близки, это очень опасно. Вот брат ответил совершенно правильно. Мы обязаны рассуждать, не будьте безрассудными, везде об этом говорится. А осуждение это вынесение окончательного приговора. Вот ребята, наши братья, были на крещение здесь у Аби. Нападает священник, нет, вы там начинаете говорить, и так, РПЦЗ, там начинают убереть, и не снимать, и сам подошел под камеру, шел мимо внизу, а эти вверху, и он пришел и командует. И что интересно, его не судят, а вы ему сказали, ну я и сказал, что враг истины, а вы его судите, да он сорвался со своего места, здесь раздают Евангелие, он нападает, и они ничего не видят, это бесовская я разъясняю, что он делает неправильно, у него назначение было быть на Иордании, молиться, его совершенно мы не касаемся, ему разницы нет, он говорит, он в Белокурихе работает, мне вчера уже сказали где, Белокурихе, фамилию уже все назвали, Александром звать его, я смотрю, как по поведению у него, он или маленько недоуродствовал, или, говорит, самошечок обрезанный, его поведение все это показывает, и бабка, которая подошла, то у ней работает в епархии, Наташа, ей уже много лет, там 50 с чем-то, шьет, а это ее мать, я знаю, если так нападает, это или поповская рядом жена, или близкая к ними, они одинаковые, все остальные идут, ну, допустим, 500 человек, почти не один останавливается, но вот одна приближенная к церкви, она как помешанная, ах, такая церковь, он отвечает, а где, ей вообще это не надо, у нее внутри все кипит, значит, он отвечает, я это тоже, он говорит, на ползуновой, я это тоже ничего не дает, он ответит, не на 2, на 22, это ничего не значит, почему, она не может уйти, она уже приклеилась, здесь ангелы божии делают, а ее какая сила подогнала, в очках согнулась, она другой не может быть, это лютый дух патриархии, они везде вмешиваются, ну представь себе, я на стадионе выступаю, ни один коммунист, мне никто нигде не противоречит, кроме тех, кто к церковным кругам близки-то, они прямо вылазят, и другие крещат, сядь на тебя, кто такой, а она около батюшки живет рядом, он ей обещал грехи простить, она причащается у нее через каждую минуту, вот почему мы должны об этом говорить, чтобы не стать такими, которые вот сейчас, о которых только что, Игорь Михайлович сказал, чтобы не избрать тех, которые ведут на погибель, поэтому мы их не судим, мы их не осуждаем, мы просто говорим, обличаем этот грех, выявляем его, и пытаемся привить, сделать прививку, чтобы не попасть под этот яд, под эту заразу. Я хочу сказать о том, что постоянно выступает Осипов, постоянно, он выступает как с семинаристами, так и просто с людьми мирскими, и вот когда он выступал с мирянами, вот полный зал, я видел семинаристов, там уже было мало, когда он один с ними вел беседу, он более такой, таинственный, а здесь он, вопросы мы задавали, и сказали про священство, сказали, будьте добры, ответьте, пожалуйста, почему священники так живут, жизнь их, нас вводит в такое состояние ужаса, почему они так служат, как бы христиане, а так роскошиствуют, почему они, там много-много претензий, и он стал отвечать, вы знаете, я хочу не на сейчас, на священников ответить, а я хочу сказать о священстве, которое было еще при царе, я хочу еще и про тех священников сказать, потому что это священство, оно пошло по тому же пути, которое было при царе, вы видели, как священники, тоже их пузатыми обзывали, я не видел, чтобы они там на мерседесах, но они были очень порочные, и вот когда, говорит, совершилась революция, в основном священство было виновата в том, что совершилась революция, я так рот и открыла, он во всеуслышание, медианам говорит о том, что это я не знаю, как ему только разрешают об этом говорить, революция совершилась только из-за священства, и только из-за того, что они не говорили, не учили людей, вы понимаете, священники, как сейчас, они находятся, А в основном говорят, редко-редко встретишь священника верующего. Вы даже не представляете, насколько редко. Люди все так замерли, а глаза у всех такие, и показывают их. Я почему тебе и позвонила, чтобы вы слушали. И он говорит, вы поймите, а что сейчас наступает. Они повторяются. Они не вышли из того состояния. Они ставят тех, которые неверны во всем, которые благоугождают. Я была в шоке, что он так говорил. И поэтому он много говорит, я вам просто говорю, что знаете, что священники ходят ноги только как на работу, только чтобы выполнить свои обязанности. И только ни по призванию, ни по духовному у них нет веры. Тут же выступает Солженицына, жена. И ей такой же вопрос задают. Вот она, по Союзу тоже. Ну, говорит, мы вам последний вопрос зададим. Это так скромно так. Вы знаете, почему у нас такие священники? Почему люди к ним это, их не любят? Она говорит, вы уж простите. Я, конечно, не хочу как-то свое суждение или рассуждение. Но я хочу сказать, что да, священники у нас мало-мало процентов верующих. Одно и то же, она говорит. И все так, ну, тоже рассказывает. И тут показывают Сирию. Показывают Сирию, где только что у нас статую Христа, помните, воздвигли. И уже они их оккупируют, мусульмане. И там их, в них стреляют, там ополченцы. И уже убито, до 400, говорит, уже там, ну, раненые, убитые. И сколько они стреляют из пулеметов? Эти тоже из пулеметов. И ни одна пуля не коснулась этого. Не только статуи, а вообще подножье даже статуи. Все в удивлении, понимаете? Поэтому с этой стороны, которая защищает, это о чем говорит? Что идет война против христиан в Сирии. Война. И там, где вот эта миссия, где русская церковь, где вот этот монастырь такой христианский. И там их бомбят. Там их бомбят и бомбят и бомбят и убивают. Понимаете? И ты говоришь, что священники, мы не говорить не должны об этой грязи. Мы должны об этой грязи говорить. Если такие люди выступают уже на экран, на весь мир уже, и их показывают, то нам-то уже давно нужно было к этому уже это, чтобы понять, что они порочные. И про Кураева весь мир уже это не вернулся. Там второй вопрос от сестры Надежды. Если человек обсуждает, не предлагая варианты, чтобы помочь, не осуждает ли он кого? Я не до конца сформулировал вопрос. Не осуждает ли он кого? Ну, то нет. Ну, того, кого он говорит. Она правильно выразила. Все нормально здесь. Тут надо дальше это сказать. Вот, священники, и к ним имеет доступ один человек. Как Редсток. И он им говорит, там еще Григорий Петров был, это дореволюционное. И он им говорит, вот за это поведение, что у вас есть сейчас, вы развращаете народ, не учите, вы за это поплатитесь, вас будут убивать, убивать и убивать будут. О чем Серафим Саровский сказал. И двое только поверили. А было-то 70, я к примеру говорю, все, данные-то-то. Ну, так было. Остальные не поверили. Но эти отошли, и все оставили, и стали делать как положено. Случилась репрессия, эти двое только остались живые. Остальные пошли под нож. Вот теперь они увидели, кто им добра желал. А которые, да ладно, батюшка, да хороший, все пошли под нож. Притом, я за вашу власть, а ему уже не надо, уже пуля в живот. Или в лоб. Они умирали, как иуды. Но отрекались очень-очень многие. Которые вот так себя вели. А которые были настоящие и истинные священники, и ни один не отрекся. Он идет к Богу, он не боится. Вот чего сегодня не хватает. Говорить надо, но можешь не говорить, молиться. А какая конструктивная программа? Молись. Ну, от Неплюев, ты сам знаешь, что он сделал, какие образовывал где. А многие ли на это пошли? Я вот считал, они два брата. Они имели достояние хорошее. И они занялись детьми-сиротами. Они собирали, кормили. Наступила советская власть. Ни одного из них не тронули. А почему? Да Дзержинскому не надо бы одну группу собирать, когда они за ними ходят. Они выполняют то, что в программу Дзержинский поставил. Они заранее уже готовы были к революции. А остальные, остальные по помойкам простреляли, пробивали. Ты не поддакивай, ты молчи, сокрушайся и плачь. Пророки, когда обличали священников, на пути никто не стоял. Они сразу оказывались в том лагере и вместе погибали. Это опасное дело. Заступаться, когда не знаешь дела. Ну я вроде выгляжу как добрый. В глазах людей, да, ты добрый. Добренькая. Вот когда начинают говорить, вот я своего нашего адвоката спрашиваю, юриста нашего, Сласяна. Я говорю, ты участвуешь в таких делах, тебя вызывают в Москву, постоянно летаешь, в другие города. Ты бандитов защищаешь? Никогда. То есть он по другим делам, там бывает наследственное, что-то. Не вздумай. Я написал одно стихотворение такое, когда Эрзу Кунгаеву Юрий Буданов изнасиловал и задушил. И начинает оправдывать. Он психически был возбужден, там другое дело, да, что же не возбужден-то. Он мог догадаться, что будет. А у нее на глазу заметил там, черным, как будто бы от окуляра где-то. А она никакого отношения не имеет. Его признали, его посадили. Но изнасилование с него сняли. Вы знаете почему? С таким клеймом, если эта дочерь Кунгаева касается, а суд по этому пути пошел, родители сразу же заказали выехать из Советского Союза. Среди своих статистиков нельзя жить. И они выехали в Данию. И тогда суд, тогда, говорит только суд, пошел на то, чтобы, хоть и доказано, из обвинения исключить. Но его все равно пуля нашла. Где? Даже она невиновная девушка. Он ее украл, приехал, ну, командир танкового полка, полковник. Изнасиловал и задрал ее, и задавил ее. И солдаты все сознались, как он сказал, вылезите эту падаль, захороните там. А его теперь хоронят, национальный герой. Ну, кому-то он и герой, действительно. Вы пришли в чужую страну. Это чужие обычаи. Не нам их судить. Он виновен. А за него заступается сегодня. Он виновен судом. И он сидел. И его решили освободить досрочно, под какую-то амнистию. И он сразу отказался. Почему? Он защищенный в тюрьме. Рамзан Кадыр, везде, сказал, ни один чищенец спокойно спать не может, пока не настигнет возмездие. Настоящий руководитель так и должен говорить. И все равно он получил свою пулю. Лежит как бор, долго лежал, целый день там пока следовали. Все. Заступаться не надо, это крайне опасное дело. А что нужно? Я в стихотворении говорю. А освобожденного убийцу, за убийцу тоже, поселить с тобой вместе. Чтобы в одной квартире жил. В одной комнате. И вот тогда это лучший учитель будет. Он тебе покажет, где раки зимуют. А то ходатайствует за насильника, малолетних детей, за педопилов. И тоже адвокаты выступают. Какой адвокат? Адвокат, который закон не знает, чтобы подсказать статью. А то давать ему домашнее содержание, домашний арест. А когда у него рядом сидеть нельзя, он весь кровоточит. Не делайте этого. Вы делайте с участниками чужих грехов. Не суди и не заступайся, потому что ты не знаешь. Я вот не знаю сейчас этого Глеба Грозовского. Я выслушал, первая строчка у меня на форуме он. Я выслушал про него все. Его в педофилии. У него на острове дети были, в Санкт-Петербург, там на другом. И выступает один мужчина. Ему говорят, это вот он заказал вас. И с ним разговаривает этот Шевченко Максим. Репортер-то. И он разговаривает, их не видно, но речь чисто записана. Да нет, говорит, я не посылал, а что? Так. Ну и дальше стал говорить. Ему первый адвокат сказал, беги в Израиль. Священнику-то. И он все бросил здесь. Патриархия от него отреклась, говорит, сразу. И он сидит там. Ему предлагают сюда. Его на границе сразу арестовать должны. На границе. Он не едет сюда. Ему тогда предлагают, давайте, из России сейчас выезжают люди, специалисты. На самом современном оборудовании, на детекторе лжи. Тут будут сидеть доктора, психологи. И они тебя будут допрашивать. Если человек волнуется, там прибор покажет, что неправду говорит. Он отказался. А долго вы будете в Израиле? Пока Бог не даст мне знак. Суть не может это принимать. Ссылаться на Бога, когда Бог даст знак. Мы можем требовать теперь экстрадикции его суда. Вот и все. Он виновен, я не знаю, но он обо мне говорил. Когда его спросили, я из интернета сейчас вытащил, на свой сайт поместил. Он говорит, я не могу сказать. И к нему снова там дают материалы ложные. Ну а зачем образные секты идти? То есть у меня все там там. Я теперь это выбрасываю нашему священнику, близкому знакомому. Он говорит, зачем он так сказал-то? Я говорю, я знал, он будет повинен. Меня трогать нельзя, я это знаю. И он как только сказал, буквально в скорости его смели. Такое тяжкое обвинение. На меня было три уголовных дела за детей. На меня. Ну не по этой статье, а что я избивают. А если избивают, так явно, что не педофил тут. Это несовместимые вещи-то. А что, показали, что он целовал в губы девочек, он там еще что-то. Ну ничего, это не криминал. Он должен дать объяснение. Но дочку свою, там Дарью, 11 лет, она сказала родителям, а он приемный отец. Решили больше туда не посылать. Нас это насторожило. Хорошо, говорит. Ну, на моем форуме все это есть. Я о Глебе Грозовском, а там, не знаю ничего. Я говорю, только молитесь о нем. Молитесь, что Бог выявил правду и по правде спас его. А если он не прав, пусть не прячется. Пусть выйдет, отсидит и выйдет, как должно. А заступникам, за него там все прихожане, там такая мощная волна идет. Во внимание берут. Но суд не будет это брать во внимание. Он возьмет во внимание то, что покажет экспертиза. Будут свидетели. Поэтому ни налево, ни направо, ни худого, ни хорошего не говори. У нас сокрытая сторона перед нами появилась. Я не могу ничего сказать. Да мне не дано, и мне не хочется говорить. Чего вы лезете-то здесь? Мы говорим вообще о состоянии священническом, крайне тяжелом. И поэтому о церкви, о священниках надо молиться. Вот тебе конструктивная программа. Вот она и задает вопрос. Может быть все вместе в одно и то же время ночью поститься за священство МПС? Не надо поститься. Мы молимся. Ты только предлагаешь, а я давно молюсь. Мне не надо предлагать молиться за Невзорова. Я молюсь за него. Ежедневно. Вот сейчас был Саша. И я ему говорю, Саша, вот уже в дверях стоим, в фотографу. Вы не отвлекайтесь никуда. Вы отбивайте людей. Это не показывает, что молитва... Вот она, молитва. Да понятно. Это ее составлено. Хорошая молитва. Я говорю, ты не обидчивый? Священник. Говорит, обидчивый. А уже оделся, уже за скобку взялся. Да я тебе хотел кое-что честное дело сказать. Ну, на вас-то я обижаться не буду. Я говорю, ты должен поверить, что я тебе буду говорить правду. И ты должен понять, что мы тебя любим. Ты много сделал. Он же целую фотохронику о нас составил. Ни одного фотографа тогда не было. А он такие брал премии на международных фотовыставках. Ну, я ему стал говорить. Я говорю, имя твое Святое Александр я произношу перед Богом. Вот по какой причине. У него болезнь одна есть. Он все понял. Да нет, никак. Я говорю, ты согласен, конечно. Теперь начинай молиться вместе с нами о самом себе. Помоги самому себе, чтобы в этом не умер. Вот это конкретная программа. Поняла? В первую очередь, я не говорил молился. А во-вторых, я ему лично сказал. И он слишком много хорошего сделал для нас. У меня везде конструктивная программа. Даже на то, как быть в вузах. Как быть патриархом, если меня изберут. У меня на все программа есть. А если президентом, у меня программа есть. А какая программа на президент? Я сказал, быть не могу, я христианин. У меня четкая программа. Христианин не может быть президентом. Он должен одинаково давать льготы всем. Или всех одинаково преследовать. Я не могу как христианин одинаково относиться. Написано, люби, ну кого, говорит. В первую очередь, говорит, своих, поверь, наипаще своих. Дальше. Кого-то надо подавлять. Кого-то надо... Вот этого Саида, вот как они арестовывали. Ты слышал? Я потерял, выставил. Это губернатор, этот... Мэр Махачкалы. А мы там были нынче. Значит, призван... Признан недавно был только лучший мэр России. Это что-то говорит? Совсем недавно он показывает, какие ордена получил от Путина. И вдруг дается указ его арестовать. Целая воинская операция делается. Три месяца они готовятся. Высчитывая день и час, когда начать операцию по его захвату. И сумели так сделать. За три месяца никто нигде не выдал. И когда началась там у них футбольная матч в соседней там, это республики. Выехали самостоятельно. В это время они окружают квартал. И показаны автоматчики стоят, снайперы. Танкетки стоят, все. И прямо перед его, где бэрия, садится вертолет с неба. Теперь, как они спецназ его арестовывают. Как вертолет поднимается в небо, и нигде его нет. И теперь он в Лефартово сидит, и он пишет все это Путину. Зарядите, посчитайте. Вот сейчас, в данный момент, кстати, сидит до 26 февраля. У него все награды. Но когда открыли, что там было, что за ним было, какие убийства, убили этого следователя. Все называется, называется где-то. Он говорит, а другой там говорит, как бы ни он, здесь бы Дагестана не было. Он образовал самооборону от чеченских боевиков. В него было столько покушений, 15 покушений. Из решачины. Его на коляске возят. У него пуля застряла в позвоночнике. Но, поэтому у него положительно и отрицательно. А ты что скажешь? Я могу только молиться, Господи. Хороший человек, и как он говорит спокойно. Но мне понравился он, я не скрываю. Вот как он выглядит. Но я не знаю то, что о нем говорят. Вот если бы о нем стал говорить Рамзан Кадыров, я почти поверил бы. Я почему-то этому человеку доверяю, как Лукашенко. Я молюсь за них, потому что... Извините, нет. Какой, Игнат Игнатьевич, вы оптимист. Меня они обзывают. Говорят, вы как ребенок, всему верите. Я верю. Не водитель в Царство Небесное, если не будете, как малые дети. Я молюсь, и все надо. У меня конкретная программа. Чтобы следователи были, у меня не по чьей-то указкой. Ну, чтобы не погиб человек. И он показывает, как город этот стал другим. Какие предприятия открылись. Ну, все, все, все. Действительно было. Но за ним вот там сотни трупов показывают. И целая воинская операция. Я такого тоже никогда не видел. Брат Игорь, я хотел вопрос задать. Вот и сестре тоже активной нашей. Вот не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Это Христос говорит эти слова. Он кому обращает эти слова-то вообще? Просто так вот, ну, как люди собрались на посиделочку. Семечки щелкают. И вот такой, между прочим, вы-то это, не судите никого. Чего там? Сидите вот там и что-то судите там, рядите. Это всего-навсего седьмая глава Евангелия от Матфея. Это начало его проповеди. Кому он обращается-то об этом суде? Вот, допустим, ну, это ритолический вопрос, который ты, возможно, не понимаешь даже. Поэтому я к тебе обращаюсь. Дальше вот приходят, допустим, фарисеи, ну, фарисеи приходят из Иерусалима, посланные, посланные от старейшин. И для того, чтобы расспрашивать Иоанна Крестителя. Они пришли его расспросить. И вдруг Иоанн Креститель к ним обращается, они не успели еще ничего сказать. По рождению Ехиднина, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите достойные дела покаяния. С чего он начал это говорить? Для кого он это говорит? Кому говорит-то? Ты думаешь, Христос обращается к простому народу, ну, там, какой-то дихканин и другого дихканина там обидел. Он говорит, ты этого не суди, потому что не будешь осужден. А к кому он обращается, Христос, с этими словами, ни с того, ни с сего? Не судите и не будете судимы. Не осуждайте. Вот брат твой, а в глазу твоем бревно. Ты зачем в глазу брата-то соринку ищешь? Идут ученики, растирают, хотят есть, начинают есть. Говорят, а что делают-то ученики-фарисеи? Они вон глядят, что в субботу работают, трудятся, видишь, перетирают. И Христос что на это отвечает? Не человек для субботы, а суббота для человека. Кому это все обращения-то идут? Кому вообще Христос обращается? Кто всегда кого заслуживает? Два противостояния всегда есть. Сильный мир осего и простой народ. Всегда говорится об этом. Судья, ты не судьи превратно. Не смотри по одежке-то. Кому Христос обращается, когда вы говорите, не судите? Он о себе говорит, как о блаженствах, заповедях и так далее. О себе. Христос пришел, он понимает, что люди, как его воспринимают-то? Как чужеродного. Прокаженные идут, вот они друг за другом, и вдруг раз очищаются, там молят его, и очищаются. И девять убежало, а один к нему, как он там подошел, ну я не знаю там как, он, наверное, просто в растерянности. И молит его, благодарит. Он говорит, а где же девять раз еще других? Говорит, идите покажитесь к священникам Христос. Для чего он это говорит-то? И так бы понятно было, что к священникам побежали, он еще это говорит, своими устами произносит, все время. Христос всегда обращается к тем, кто сидит на кафедре, тем, кто сидит на седалище Моисеевом. И он об этом везде говорит, ты то ли Евангелие не читаешь, или у тебя в голове, может быть, каша какая-то, или все, Боже. Какое главное слово ты выделяешь? На Моисеевом седалище сели книжники фарисеев. Одно слово выдели, какое? Главное. Ну, сели. Ну, что в него вкладываешь? А то, что сели на Моисеевом... То есть их не посадили, а они сами сели. Это не кто-то пишет, а профессор Марсенковский. Говорят, вот такой-то человек, говорят, прозорливый. Я пришел и спрашиваю, а почему такие неурелицы в церкви-то? А он сидел обедал, он даже на меня, говорит, не посмотрел прозорливость. И говорит, на Моисеевом седалище сели книжники фарисеев. Я думаю, вот это ответ. Я вышел, когда стал думать. Я говорю, тогда только увидел, смысл-то вот в чем. И это о другом тоже человеке так написано было. Это центральная фраза. Их никто не садил. У него нет ни разумения, ничего. Он сел и теперь судит. Больше всего судят всех священства. Всех подряд судят. А им за нас, одних, никогда не ответить. Вот сейчас пришел ко мне этот Саша-то и говорит, а вот у вас был этот новый епископ? Был, я уже отдавнул и ролик пошел. Епископ Сергий, Иванников, Потеряевки, к нему все подходят под благословение. Он заходит в храме у нас, находится. Ну а про Антония этого, Антония говорила, там вообще литургия. Я говорю, ну видите, да, ну какие же еретики раскольники? Он сейчас к них к раскольникам едет? На зарубежную церковь сколько лет говорили раскольники? А когда вот это произошло, что влились-то не туда, хотя об этом речи не было, никакого упрека, ни лавру никому нет. Как будто с рода они этих слов не говорили. Они обманщики. Они любой ерек тебе навесят. А мы-то оказались там, потому что там свобода. И вот здесь вот сидели священники оттуда, и они говорят, как мы вам завидуем, как Кураев мне сказал, какую свободу вы имеете. Вот эта свобода помогла нам стать тем, кто вы есть. Вот эта община патриархии абсолютно невозможна. Они отняли всякую власть. У старосты никакой власти нет, никакой. Вот сейчас бы мы сегодня под Сергеем, а по их уставу, который принят и сейчас. Так, у вас церковный совет? Поднимите, кто? Так, всех убираю. Я избираю так, ты мне нравится, ты будешь, ты, ты. То есть, все отняли абсолютно. И нам идти к ним, зачем нам к ним идти? Там никакого даже, порошинки свободы нету. А у нас какая свобода? Вот это вот написать, а то у них полкниги, все вместе никогда не напишут. Они десятки раз цензируют, смотрят Матрону, стали канонизировать. Все материалы комиссии представили. Стали смотреть и говорят, а вот это она много осуждала священников. Она не осуждала. Она показывала, в чем они виноваты. Ну, это не пойдет. Тут народ от церкви отвратишь. Это надо выжить. Да как кажется, это не моя биография уже. Они у мертвых стилизуют его жизнь. Про меня говорили. Говорят, Игнатий умрет, поверьте. Они, говорит, из его книг выбросят, что он... Говорят, и канонизируют. Вам еще не стоит. Отец сам мне, говорит, а если это случится и мощи ваши резать будут... Я говорю, видел мои сапоги? Я как дам из могилы, квертармашками вылетит. И сами в могилу. Так что, вот это все у вас до скольки занятие? Да уже кончилось. Кончилось. Ну, на этом все. Подискутировали. На будущее не говорить. Возьми для себя крепко это. Без разрешения. Разрешение. Для разрешения тебе, в первую очередь, чтобы разрешил муж. Официально. Ну и после этого еще занятий пять посидишь молча. А записками подавай. Ты не потеряешь ничего. У тебя отдельно могут быть вопросы, предложения. Не против? Нет, так и надо, конечно. Так, это мы ничего от тебя не отнимаем. День сегодня хороший был. Мы вспомнили, что нам Бог дал. И мы Его поблагодарили. И поблагодарим сейчас. Мы оказались членами общины нашей. Пришли попозже. Некоторые совсем недавно. Мы же не знаем, что будет дальше. Стой там. А мы-то куда? Маленько, выйди. Ну, здесь возле стола пройдет. Ну, вот так вот. Ну, выйди. Не, ну, выпусти сюда. Сама стой там. Я сказал, стой там. Ты опять куда-то давишь. Я сказал, стоять там не надо стоять. Там стой, молись. Все равно не кладешься, как надо. Так, внимание. Мы идем к Господу. Заметь, маленькое слово. Рукой отмахнуться, это осуждение и есть. Вот видите, как человек отмахнулся рукой. Больше ничего не сказал. Вы думаете, мне задавали вопрос, а глухонемы не разговаривают? Они судят кого-то? Еще хлеща нашего судят. Он просто вот так. А ты попробуй вот такой жест покажи, где-то в Дании или в Финляндии. Тебе в шее не хватит, говорит, рассчитаться. Полицейскому. Держись крепко, что руки должны быть сложены. И не сзади, как Наполеона. Молись Богу, благодарящее. Рукой никогда не отмахивайся никого. Это тоже жизнедовидало тебя пропадет и пропадет. Вот сейчас заключается в этом. Сгинь, собака. Сейчас не надо. Предположения ложные. Тебя сейчас на весь мир смотрит, удержать ты не можешь все равно. Зачем это смирепое выражение старообрядческое давать? Так, простите, Христа Раби. Бог, прости вас, прости вас. По старообрядческе. Боже, милости, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного. Помилуй. Аминь. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесной, утешителю души истинной, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, а вны, и очистены от всяких скверных спасей. Блажи души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и вовеки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущен и дачном днесь, и остави нам долги наши, якожи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бога, и во Твое, и старство, сила и слава вовеки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот день. Благодарение, что Ты благословил нас собраться, быть вместе и славить Твое имя. Аминь. Научи нас ценить, как много Ты даровал нам. Приготовь нас встречи с Тобою. Исполни сердца нашей благодарностью, которым мы не можем выразить все чувства, как много благодеяния мы испытали от Тебя за эти прошедшие годы. Благослови нас, Господи, на благовестие. Пошли добрые жители вселения наше и место, где мы должны остановиться. И к этой поездке расположи сердца Николая и Виктора. И пошли нам все необходимое. И укрепи мужеством Твоим, Андрея, Дьякона, Максима. И умягчи сердце Константина. Владислава, только Ты это можешь сделать. Благослови нас, чтобы мы искали общение с Тобой и боялись потерять его. Чтобы мы слышали голос Духа Твоего Святого. Тебе, Господи, слава, Тебе честь, Тебе поклонение за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Слава Христу. Помоленьку собирайте.